Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Я рада приветствовать всех, кто смотрит нас на канале Россия 1. И хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы остаетесь с нами в это непростое время, потому что мы работаем для вас и ради вас. Сегодня в нашей программе мы поговорим, конечно же, о нас, женщинах, потому что всего несколько дней назад мы отмечали замечательный женский праздник, 8 марта. Но прежде чем начнем нашу программу, давайте узнаем, какую погоду нам обещают наши синоптики. В горах минус 5, минус 10 градусов. На дорогах местами гололедится. В Черкесии облачно, небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4-6, днем 0-2 градуса. Есть женщины в русских селениях. Два века назад сказал русский классик. Перефразируя его, можно сказать, есть женщины в наших аулах. Да какие! Умные, талантливые, красивые, креативные, но в то же время в святоччащие традиции своего народа, его законы и этику. Именно такова героиня наша следующая сюжета. Думаю, любой мужчина мечтал бы о такой жене. Растит детей, заботливая, уважает своего мужа и своих родителей, как и положено горянке. И в то же время готовит просто пальчики оближешь. Здравствуйте, друзья! Мы находимся в селе Красный Октябрь в гостях у Мадины Батчаевой. И сегодня мы будем готовить одно очень полезное, не знаю, как насчет вкуса, но полезное блюдо. Мы вам сейчас все расскажем. Но сначала я представлю нашу хозяйку. Мадина Батчаева по профессии ландшафтный дизайнер. Да, Мадина? Да, да. Где вы учились? В городе Карачаевске, в хоткрафе. Шесть лет отучилась. Мадина, я так понимаю, что вот эту красоту вы сделали всеми руками? Да. Почти полгода плела. Полгода? Ну, от времени, когда ребенок маленький был, дочка, когда свободное время есть, сидела и плела. Ну, тогда еще тортами не занималась. Красиво как. Молодец, Мадина. Спасибо. Золотые руки у нас для хозяйства. Но по специальности, я так понимаю, вы не работаете? Нет, пока не получается. Потому что? Дети маленькие еще. Потому что вы с вами замуж, и вот поработать по специальности не получилось. И наша Мадина освоила новую специальность. Вот посмотрите, вот такой торт, который сделала наша Мадина своими руками. Мадин, это получилось у вас спонтанно или вам нравилось тут готовить? Нет, у меня даже в мыслях не было торта готовить. Вот дочке маленькой годик исполнилось. А муж предложил заказать готовую. Я говорю, ну, если другой человек может готовить, почему я должна? Ну, оплачивать я и сама захотела. И вот с тобой поехала. Вот три года уже, и вот четыре будет. Вот три года, как я пеку. Вот как раз три года исполнилось. Мадина, вы знаете, я торт могу тоже приготовить, да? И Наполеон, и другое. Но именно вот такую красоту и вот так украсить, мне кажется, это не каждый может. Вы какие-то специальные курсы оканчивали или что? Нет, я абсолютно ни одного курса еще не прошла. У меня только вот интернет-помощник. Смотрю, когда время. И, ну, получается с первого раза не знаю. Ну, по-моему, очень красиво. Не знаю, как на вкус. Может быть, мы его даже потом и попробуем. Конечно. Но очень красиво. Амадина, а вы живете все-таки в селе, да? Население здесь не очень большое. Заказы есть? Заказы достаточно, да. У меня бывает с Карачаевска приезжают, заказывают. С Учкулана бывали заказы. Да, с водительной торты мне заказывали. С преградной. Вот самые дальние заказы. Я иногда, когда получается доставку делаю, если нет, они сами приезжают и забирают. То есть, получается, это вам как бы небольшой заработок, да? Да. Ну, это ощутимый вклад в семейный бюджет или так вот? Не, ну, пока достаточно. Пока достаточно, да? Ну, хотим развиваться, открыть кондитерскую, но пока. Дорогие зрители, напоминаю, что это происходит не в городе Черкесске, а в селе Красный Октябрь. Мадин, а муж Шират, вот вам не говорил, что вот ты занимаешься только детьми, у тебя там надо их воспитывать, хозяйством, домом? Да нет, он изначально потешивал. Ну, идея была моя, изначально, ну, в самый первый момент он вообще не верил, что я смогу, но потом уже поверил. Начала по чуть-чуть, то племянникам, то это первый заказ брать и потяжал. Вот, это как раз то, о чем говорят сегодняшние молодые девушки. Они, знаете, что говорят? Что жена, как и раньше, должна находиться за мужем. То есть ты не должна полагаться на мужа, что он тебя будет кормить, обувать, приносить, зарабатывать деньги. Молодые девушки сейчас, знаете, как говорят? Ну, по крайней мере, городские, да? Они говорят так. Все должны быть независимыми и рассчитывать только на себя. То есть, если я женщина, это не значит, что я должна полагаться на мужа. Уже я должна сама себе обеспечивать, зарабатывать, чтобы быть независимой. Как вам такая точка зрения? Моя мысль точно такая же. Никого, ни от кого не зависеть. Вот, зарабатываю. Вот у вас свекру не слышат. Ну, слушат, наверное, смотрят, будет смотреть, вернее. И что потом скажет? Молодец, Мадина? Ну да, она знает же меня. Итак, Мадина, сегодня мы готовим какое блюдо? Карачайское национальное блюдо – бля-мук. Бля-мук или бля-мук? Бля-мук. Ну, у нас как буква другая напишется, а так бля-мук. Бля-мук, да? Да, напишется бля-мук. Я первый раз, когда услышала, думала, для мук. Думаю, почему для мук? Ну, так как в переводе суп-пюре получается. Мы же будем разбавлять муку с водой. И суп-пюре называется, другое название, расшифровка. А что это за продукт вообще? Что это такое? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, это продукт, я как помню, с детства нам бабушка готовила постоянно. Особенно в зимний период, когда мы гриппом болели, она сразу бля-мук приготовила. Чесночок добавила, масленько. И нам вот этого становилось хорошо сразу. И от воспаления в основном помогает, вот когда гриппуешь. Итак, чтобы напрягать бля-мук, что нам надо? Сушеное мясо, мука, вода. И для заправки айран с маслом. Чесночок обязательно. Это кто по желанию. Чесночок. Есть же люди, которые не любят. Вот. И все. Ну вот, я хочу сказать, из своего опыта, я знаю, что этот бля-мук, почему он очень полезен. Но я буду бля-мук называть, ладно? Потому что бля-мук неудобный. Хорошо. Я просто убедилась на собственном опыте, что это действительно какой-то вот волшебный такой, чудодейственный, да? Да, действительно. Не надо пи-так его назвать, что это, как жидкий кисель, да? Потому что было такое, лет 20 назад, у меня были маленькие дети, мы поехали с моей мамой в горы, а поехали в Джилусу. Там гостиница была, но это было 20 лет назад, и тогда там ванны тоже были не укрыты, то есть они вот на открытом воздухе так были. И моя мама заболела ангина, температура, а в горах, сами понимаете, от Джилусу, какие там таблетки, врачи, никого нету. И местный товарищ, он что сделал? Он сказал, я приготовлю бля-мук. Вот. И он вот это все сварил, сделал, мама пила, и буквально за день он ее поставил на муку. Да, действительно, это правда. Шла ангина, вот это я была сама лично свидетелем. Вот я с тех пор запомнила, что так и надо делать. Ну, честно говоря, вот как-то вот ни разу не приходилось мне готовить. Ну, сегодня в такой ситуации, когда очень много больных, да, коронавирус, вот воспаление легких, мне кажется, это самое то, что нужно, да? Да, вот у нас только за этот сезон, можно сказать, 3-4 раза же вот именно от воспаления, когда заболели, сразу готовим, пьем. И помогает. Помогает. Сложимся сразу, укутываемся, и температура снижается. Ну что, начнем готовить? Давайте. Первым делом выкладываем в кипящую воду наше мелко нарезанное мясо и оставляем его вариться на 30-40 минут на маленьком огне. Тем временем готовим нашу смесь. Муку будем в холодной воде размешивать, чтобы комков потом не было. По чуть-чуть буду добавлять, чтобы комков не было. Самое главное, чтобы потом неприятно будет. А сколько человеку за раз надо выпить, чтобы вот помогал? Ну мы обычно, когда вот прям срочно надо, без мяса даже делаем, и кружкой прям. Кружкой пьем? Да, пьем, как кисель, нужно сказать. В общем, это получается как бы, как кисель, да? Да, да, как кисель получается. Вы сказали, что пюре, но мне кажется, что это больше на кисель тоже. Ну там, да, суть. Вода холодная? Да, холодная обязательно. Мы будем постепенно оттуда добавлять, на бульон, чтобы она прям густой не было, по чуть-чуть. Хорошо перемешиваем, чтобы получилась консистенция, как на блины. Мадина, а вот мясо сушеное, это вы сами делаете или покупаете? Нет, мы сами все сушим. Нас как бабушка учила, все делаем сами. Но это свое, вот, хозяйство вы держите или покупать приходите? Нет, бывает и покупаем, но в основном свое хозяйство. Ну какие вы молодцы? Да, в Ауле жить без этого никак. Я что хочу вас спросить, я когда приезжаю в станицу, в АУ, в село, так мне нравится, прям праздник души. Я всегда думаю, вот пусть здесь пожить. Ну я понимаю, что когда ты приехал на съемки, да, или там, кому-то на гости на день рождения уехал, это одно. А жить в Ауле другое. А что такое сегодня жить в Ауле? Можно ли здесь выжить? Мне всегда интересно, работы нет. Как люди живут в Ауле, за счет чего? Ну, выжить можно везде, если у человека есть желание, в первую очередь. Можно держать скотину, можно держать цыплят. Вот, бывало у меня 700 тысяч штук цыплят я держала. Сколько? Да, я покупала суточных цыплят. Вот во время карантина не было, аж некуда было ехать, торговать. Ну, тогда сухофруктами торговали. Вот, я купила суточных цыплят, сневенькие привезли. И целыми днями, сутками, бывало, в 3-4 раза я вставала в сутки, ночью, да, когда кормила их, поила. И приходилось вот к соседям, знакомым через, ну, сейчас же интернет у нас как бы движет. И продавала через социальные сети знакомым. И нормально распродали все? Да, спродала, конечно, даже не хватило. Заказов было много. А корм же, он все-таки дорогой? Корм дорогой, вот. Ну, если изначально взять, там, готовые корма, ну, первые вот эти 40, нет, 20 дней готовые корма, потом уже кукуруза, опёс, вот это доступное мы брали, чтобы накладно не было. И уже как бы домашнее получалось, прям мясо жёлтое, как вот, из кукурузы, и оно упитанное уже как-то не химия. Понятно, Мадиня, ещё будете держать цыплят, например? Ну, сейчас я уже на торты перешла. Ага. Нет, я только хотела по нашим зрителям сказать, что вот, пожалуйста, Мадиня, обращайтесь на туральные продукты. А вы уже на торты перешли. Да, сейчас уже не успеваем там и там. Ну, тогда будем заказывать торты, наверное, да? Да. Потому что они у Мадины вообще очень красивые, сейчас я вам покажу. Мадиня, обращайтесь на кукурузу. Мадиня, обращайтесь на кукурузу. Теперь вливаем нашу смесь тоненькой струйкой в бульон и постоянно помешиваем, пока не закипит. Провариваем несколько минут, и наш блямух практически готов. Ну, пахнет вроде бы неплохо. Теперь что делаем? Теперь масла не будем добавлять, так как она на плене получается. Будем добавлять, ой, разбавлять айраном. Айран? Да, я специально сделала один айран с чесночком, ну, на любителя, один без. Вам какую добавить? С чесночком? Можно? Давайте с чесночком добавим чуть-чуть. Мой водитель и оператор будут очень рады ездить со мной в одной машине, водите больше. Вот и все. Держись, Мухаммед. Можно, вернее, нужно добавить еще перец. Красный? Ну, я красный добавил, а там перемешка она идет чуть-чуть. Это я люблю с перцем. Но очень горячая, но надо подождать, пока она чуть-чуть остынет. Да, она очень горячая. Я почему-то, Мадина, думала, что это наливают в кружку, и ты из кружки пьешь. В кружки тоже можно есть без мяса. Мы делаем, обычно делаем один на один молоко и воду. Вот тогда уже пьем с кружки. И тогда и масло добавляем? И добавляем масло, и черный перец добавляем. И уже пьем чесночево обязательно, когда болеем. И уже пьем с кружечками. А горячий бульон, да с чесноком, да с перцем. Ох, с каким удовольствием пили наши мужчины. Я помню, когда мы на природе отмечали дни рождения. Они выпили весь бульон, который у нас остался. Выпили весь айран, выпили весь нарзан. И все было мало. Ну, на природе же хочется. Ну, на природе. А после дня рождения, как вы думаете? Пока он остывает, вот напротив меня стоит такой вот красивый тортик. Мадина, а нельзя, например, и блямух, и тортик совместить? Как думаете? Без проблем. Без проблем. Сначала блямух, потом тортик, или сначала тортик, потом блямух? Ну, это уже по желанию. Можно блямух горячий, а потом уже тортик с чаем. Тортик с чаем? Да. Вот оно, кавказское гостеприимство. Приготовили блямух, а потом тортик с чаем. Идите, будем пробовать. Это кто у нас? Скажи, как зовут? Денислам. Денислам. Нет, Биаслам. Биаслам. А это? Как зовут тебя? Марьям. Марьям. Ой, да какие уж у нее красивые, ой, хвостики. Кто ж это Марьям тебе такие завязал, а, Марьям? Разговаривай. Стесняется. Ну, стесняемся. Ну, подождите, Мадиночка. А вот скажи мне, мама тебе вот часто вот такое готовит? Когда болею. Когда болею. Марьям, а ты часто вот такое ешь? Да? Ну, давайте посмотрим. По-моему, он уже остыл, будем пробовать. Да, будем пробовать. Давайте. Пробую. Ну, ничего там скажу так вам. Какие послушные дети. Вкусно? Да. Ну, бедные дети. Ну, зато натуральные продукты, да? Скажи, сами вырастили, сами приготовили, сами сварили. Ну, не болейте, хорошо? Кушайте все, что мама с папой дают, и не болейте, ладно? Мадина, а я вам тоже хочу рассказать один рецепт. Вот он тоже очень полезный. Я его прочитала лет 10 назад и несколько раз пробовала сама применять на практике. Очень хорошие, полезные. Значит, где-то я нашла старый журнал «ЗОЖ». И как раз получилось так, что у меня воспалилось плечо. То есть я руку не могла поднять. Там какие-то мази мне прописали, уколы. И вдруг мне этот ЗОЖ попадается, как будто вот специально для меня. И я читаю. Пастух из Карачаева, Черкесия прислал рецепт туда, в этот журнал. Он писал, что мне часто приходится работать в разных погодных условиях. Сыро, холодно, да. И когда у него вот воспаление бывает, вот, ну, мало ли застудит человек, да? Ну, значит, рецепт такой. Черную речку очистить от кожуры, натереть на терке, прикладывать к больному месту. Ну, это может быть нога, рука, все что угодно. Даже при воспалении легких он очень помогает. Приложил, забинтовал на ночь компресс. Вот, ну, полиэтиленом там, чтобы держалась. День-два и проходит. Думаю, ну, я возьму и попробую. Я попробовала. На второй день болеть рука стала меньше. Я прямо ее вот уже практически могла поднимать. А еще через день я сделала второй раз компресс на ночь. Такое ощущение, что у меня никогда ничего не болело. Так что вот запоминайте. Я так удивилась. Думаю, надо же вот... Да, народные свидетельствами, да. Послали вот поступ из Карачао-Черкесии. Ну что, наш блямух, блямух. Остыл будем пробовать? Будем. Ну, ничего, очень приятный такой. Он чуть-чуть из-за ирана кисленький. Даже он не очень острый. Ну, да, но по желанию острый. Ну что, Мадина? У нас получился не блямух, а... Пальчики оближешь. На этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами завтра, 12 марта, в субботу, ровно 8 часов. На этот раз мы будем говорить о Великом Посте, о его значении, о том, что он дает человеку. А дает он очень многое. Именно то, о чем мечтает сегодня каждый из нас в это непростое время. Так что не пропустите, будет интересно.